Посиделки на берегу моря, песни под гитару, общение с соседями. Обычный распорядок дня в автокемпинге. Семья из Москвы уже почти месяц проводит отпуск на Латаревском с моря. Чтобы отдых был более комфортным, несколько лет назад глава семьи Виктор приобрел настоящий дом на колесах. Это свободе. Ты как птица в полете. Ты свободен. Что хочешь, то и делай. Хочешь, пошел на море. Хочешь, не пошел на море. Хочешь, загораешь. Хочешь, отдыхаешь. Хочешь, поехал на экскурсии. Я могу просто сказать с уверенностью, если бы людям не нравилось, они бы сюда не ехали. Близость моря, все удобства. Отдых в автокемпинге, пожалуй, самый экономичный вариант отпуска. Проживание в сутки обходится около 200 рублей на человека. Спрос, как говорится, рождает предложение. И сейчас только в Лазаревском районе уже 10 автокемпингов. Близость в природе и желание отвлечься от ежедневной городской суеты еще с советских времен привлекали туристов. И спустя годы популярность такого вида отдыха только возрастает. Мне говорили, Рома, поезжай в санаторий. ВЦСПС, МИД, ВТО, МПС, ЛТК, ДДТ, УКК, четырехразовое питание, пижама в полоску. Те, кто предпочитает отдыхать с комфортом, тоже немало. Сочинские здравницы всегда были привлекательны для курортников. Еще 30 лет назад в такие санатории, как Аврора, Южное взморье, Орджоникидзе, можно было попасть только по профсоюзным путевкам. И для каждого советского гражданина это было пределом мечтаний. Спустя годы отдых на Черноморском побережье России стал более доступным, но не менее востребованным. Заполняемость сочинских гостиниц и санаторий в практически 100%. И популярность курорта с каждым годом растет. В 2008-м за сезон в Олимпийской столице отдохнуло чуть больше двух миллионов человек. За три года показатели выросли. И этот сезон, еще не закончившись, уже не уступает предыдущим. Показатели заполняемости для более точного результата специалисты курортного дела определяют по количеству проданных путевок, железнодорожных и авиабилетов, бронированию мест в средствах размещения. Есть и совсем новый метод – нагрузка коммунальных сетей. Меньше людей не стало приезжать. И проста арифметика. Пока цены держатся на таком уровне, которым есть, значит люди едут, значит все нормально. Есть, конечно, отдельный вопрос, отдельные недостатки, над которыми все работают. Но тем не менее, по статистике, по налоговым поступлениям мы идем примерно по уровню прошлого года. Еще один привет из прошлого – морские путешествия. Впервые за многие годы этим летом из Сочи по шести крупнейшим портам России и Украины начал курсировать круизный лайнер. Набирает силу и морское сообщение с Абхазией. Кстати, отдых на курортах соседних стран тоже пользуется высоким спросом. Впереди бархатный сезон. Популярное у россиян туристическое направление Египет по сути дела закрыто. И часть туристов уже отдали предпочтение не Красному, а Черному морю.